Итоги работы городского отдела опеки и попечительства за 2021 год подвели в администрации Искитима. Доклад был озвучен на аппаратном совещании 13 декабря. Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет, обеспечивают защиту их прав и интересов. По данным на 13 декабря в Искитиме выявлено 47 детей, оставшихся без попечения родителей. 16 из них дети-сироты, большая же часть 31 ребенок остались без попечения родителей по социальным показаниям. Причинами выявления являются смерть родителей, 16 детей, оставление ребенка в родильном отделении, 1 ребенок, родители в местах лишения свободы, 4 ребенка, ограничение в родительских правах, 2 детей, лишение родительских прав в отношении 10 детей, оставление в организации социального назначения, 11 детей, оставление в медицинской организации, 3 ребенка. За год 28 ребятишек переданы на семейные формы устройства, 20 попали под опеку и попечительство, 6 ребят воспитываются в приемных семьях, 2 детей возвращены родителям, 13 детей-сирот устроены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 6 детей все еще не устроены. За последние три года в этом органами опеки выявлено наибольшее количество детей, оставшихся без родительского попечения. В прошлом году их было 29. В целом же на сегодняшний день на учете состоит 271 ребенок. В приемных семьях воспитывается 84, в семьях опекунов и попечителей 140, в семьях усыновителей 15, под опекой в согласии родителей 32 ребенка. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в замещающие семьи, выплачиваются денежные средства на их содержание до достижения совершеннолетия. В возрасте от 0 до 6 лет 10 119 рублей 20 копеек, в возрасте 6 до 18 лет 12 227 рублей 40 копеек. Выплата денежных средств на содержание детей производится в соответствии с действующим законодательством, своевременной и в полном объеме. Приемным родителям выплачивается вознаграждение, которое состоит из базовой части 13 272 рубля 11 копеек и доплату. 69 человек, оставшихся без попечения и сирот на сегодняшний день, нуждаются в жилье. Нужно отметить, что Искитим единственное муниципальное образование в области, которое заключило договор на участие в долевом строительстве 12 квартир в многоэтажном доме с использованием лицевого счета, предназначенного для обеспечения безопасности в расчетах между застройщиком и покупателем. В 2021 году выделено субвенцией городу Искитиму 41 442 300 рублей на приобретение 26 живых помещений для лиц указанной категории. Денежные средства реализованы.